Практики образования без границ на Поволжском инклюзивном форуме узнают заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева и первый заместитель председателя правительства региона Олег Ягов. Организатором выступил Сбербанк, предоставив обширную возможность для обмена опытом. В принципе, мы как Сбербанк рассказываем про наши технологии, что мы делаем для формирования доступной среды, какие у нас есть технологии по банкоматам и по этому самообслуживанию, как мы обучаем людей с особыми потребностями, как мы их трудоустраиваем и как, в принципе, эта социальная и экономическая адаптация может выглядеть в будущем. Форум посетили представители органов власти, бизнеса и некоммерческого сектора. Приглашенные эксперты совместно с участниками обсудили развитие инклюзивного образования в России, наиболее эффективные социальные проекты по предпринимательству без границ, а также вопросы по трудоустройству людей с инвалидностью. Форум проходит в Пензенской области во второй раз и в этом году вышел на международный уровень. Среди спикеров также социальные предприниматели из республик Беларусь и Казахстан. Тема социального предпринимательства способна стирать все границы. И здесь как раз-таки нужно брать курс на объединение, для того, чтобы мы могли обмениваться опытом. Потому что все, что мы делаем, это в первую очередь для нашего социума. И здесь мы не конкуренты. Единственное, в чем мы можем конкурировать, это в добрых делах. На Поволжском инклюзивном форуме Сбербанк и правительство Пензенской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта, цифровой, а также и СГ-трансформации. Сбер и правительство Пензенской области договорились о комплексе совместных мероприятий по популяризации применения искусственного интеллекта в органах государственной власти, а также повышение финансовой и цифровой грамотности населения Пензенской области и использование более широкого спектра механизмов устойчивого финансирования предприятий Пензенской области. Мы много общаемся с общественностью и с бизнесом, решаем общие проблемы, думаем, как комплексно подойти для того, чтобы жизнь наших людей с органичной возможностью здоровья была легче и социализировать хотелось бы их поуспешнее. В планах реализация совместных инициатив для снижения негативного воздействия на окружающую среду, развития волонтерства, поддержка социальных, инклюзивных и экологических проектов. Тем более, что Сбербанк на протяжении многих лет проводит цифровую трансформацию бизнеса и накопил серьезный опыт в этом направлении.